Привет всем и добро пожаловать! Сегодня мы погрузимся в горячую тему, которая вызвала бурные дебаты в Ирландии. Премьер-министр Саймон Харрис сделал несколько противоречивых заявлений, связав бездомность с миграцией. Давайте разберемся. В своем недавнем заявлении Харрис защищал свои слова, предполагая, что существует явная связь между ростом уровня бездомности и притоком мигрантов. Он указал на то, что многие люди, покидающие центры временного размещения для просителей убежища, оказываются на улице. Но, подчеркнул Харрис, важно отметить, что миграция не является единственной причиной бездомности. Речь идет о нагрузке на жилье и ресурсы из-за роста населения. Эти комментарии вызвали бурю реакций. Критики утверждают, что Харрис разжигает негативные настроения по отношению к мигрантам. Президент Майкл Хиггинс даже включился в дебаты, выступив против идеи взимания платы спросителей убежища за предоставленное государством жилье, как только они начнут работать. Смотрите это видео у нас на канале, ссылка вверху. Он считает, что нет никаких доказательств того, что это остановит поток просителей убежища. Депутат от социал-демократов Гэри Геннон обвинил Харриса в том, что он использует просителей убежища как козлов отпущения, чтобы отвлечь внимание от неспособности правительства эффективно решить жилищный кризис. С другой стороны, некоторые согласны с точкой зрения Харриса. Они считают, что признание этой связи имеет важное значение для поиска эффективных решений жилищного кризиса. Сам Харрис настаивает на том, что иммиграция полезна для Ирландии, и что его комментарии основаны на фактических данных. Согласно последним данным, значительная часть людей, оказавшихся бездомными в Дублине, либо приехали из стран, не входящих в европейскую экономическую зону, либо недавно покинули центры временного размещения. Итак, что же правительство планирует делать с этой сложной проблемой? Харрис заверил, что обвинение уязвимых людей не является решением. Вместо этого правительство намерено наращивать жилищный фонд и совершенствовать системы поддержки для тех, кто покидает центры временного размещения. Хотя подробные планы пока не разглашаются, основное внимание уделяется созданию баланса между радушным приемом вновь прибывших и обеспечением достаточных ресурсов для всех. Эти дебаты касаются не только цифрой политики, но и людей, реальных судеб, затронутых бездомностью и трудностями миграции. Очевидно, что эта проблема требует гуманного и комплексного подхода. Поскольку правительство работает над стратегиями решения этих взаимосвязанных проблем, дискуссия о миграции и бездомности, вероятно, продолжится. Несмотря на то, что строится действительно много в последние годы в Ирландии, мы имеем огромное количество официальных бездомных, даже без мигрантов. Кстати, еще до начала всех сложных событий, как пандемия и война, мы записывали интервью на этом канале с человеком, который встречается с бездомностью ежедневно. Посмотрите его по ссылке вверху. На этом мы завершаем наш сегодняшний очередной глубокий анализ. А что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои комментарии под видео и присоединяйтесь к дискуссии. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые видео. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз.